Это проект Ставка. Я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. Министерство обороны России приводит свежие данные о ходе проведения специальной военной операции на Украине. Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории керамического комбината в городе Славянск. Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М-37 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град». Кроме того, в ВКС России за сутки уничтожено три пункта управления в районах Солидар, Меньковка и Бахмут ДНР, живая сила и военная техника в 16 районах, в том числе националистического формирования «Кракен» в районе Харькова. Для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены. 17 пунктов управления, 4 взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М-37 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Нанесено поражение подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42 районах, а также живой силе и военной техники ВСУ в 143 районах. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Константиновки, взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе Дзержинска и два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацин-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Новгородской ДНР. Истребителями Су-35С ВКС России в воздухе сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины. В районе Барвенково, Харьковской области и Троицкая ДНР, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополя ДНР. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Миритополь, Запорожской области, Терновая и Веселая Харьковской области, три баллистические ракеты «Точка-У», 20 снарядов реактивной системы залпа огня «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка, Херсонской области, пять снарядов РСЗО «Смерч» в районе населенного пункта Брашковка, Харьковской области. На севере Харьковской области вооруженные силы России продолжают подавлять позиции украинской армии у линии боевого соприкосновения. На юге региона удары нанесены по Великой Камышевахе, Новой Дмитровке и Вернополю. В Харькове российские силы ракетным ударом поразили пункт дислокации ВСУ в гимназии номер 46 в Слободском районе города и объект противника в Основянском районе. Украинское командование пополняет потери личного состава в Харьковской области за счет принудительного привлечения мобилизованных граждан. В УДы, Безруки и Слатина были направлены прошедшие двухнедельный курс боевой подготовки члены терробороны. В Золочеве, Слатина, Молодовой и Старом Салтове саперы 92-й отдельной механизированной бригады минируют поступы к населенным пунктам. В Старый Салтов и Молодовую переброшены несколько групп иностранных наемников и националистического батальона «Кракен». В окрестностях Сосновки, Казачьей Лопани, Липцов и Нескучного проведены минометные и артиллерийские обстрелы. В районе Сосновки отмечено применение планирующего беспилотника «Швизблейд». Украинское командование ведет подготовку второго рубежа обороны Славянск-Краматорск-Константиновка. Чтобы выиграть время для создания укрепрайонов, ВСУ пополняют части в Бахмуте и Солидарии. На северском участке Вооруженные силы России ведут бои на восточных окраинах Верхнекаменского. Несколько штурмовых групп ВСУ пытались ударить во фланг частям Вооруженных сил России в районе Золотаревки со стороны Григоровки, но были выявлены расчетами беспилотников и поражены. Одна из род 58-й отдельной механизированной пехотной бригады попала в окружение. Части российской армии выбили подразделения ВСУ из Григоровки и наступают на Серебрянку. Завершается зачистка госпостующих высот на берегу Северского Донца. Освобожден поселок Кленовое, идет наступление у села Веселая Долина. Артиллерия Вооруженных сил России утюжит позиции ВСУ в Дружбовке и Краматорске. После занятия спорного союзные силы наступают в направлении станции Выемка для выхода к дороге Солидар-Северск. Идут ожесточенные бои в окрестностях Ивана-Даревки. По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, войска противника оставляют Северск. Связано это с тем, что наши войска окружают город с северо-востока со стороны ранее освобожденной Григоровки и с юго-востока со стороны Верхнекаменского. На Солидарском участке инженерные подразделения ВСУ ведут строительство заград сооружений, огневых позиций и опорных пунктов. В город переброшен батальон 118-й бригады терробороны и мобилизованные резервисты из других направлений. Вооруженные силы России нанесли точный ракетно-бомбовый удар по артиллерийскому дивизиону 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Командование ВСУ перебрасывает в Славянск и Дружковку дополнительное подразделение терробороны. Ожидается прибытие сил 1-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины. По выявленным с помощью разведывательных беспилотников целям в районах Светогорска, Щурово, Долгенькое, артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удар. В ответ российские подразделения артиллерии провели массивный обстрел переднего края обороны 25-й отдельно воздушной десантной бригады, уничтожив командно-наблюдательный пункт. На рубеж Грушевахи, Барвенково доставлены не менее 25 ПТРК «Энлав», «Джавелин» и «Милан». На Донецком фронте без изменений идет контрбатарейная борьба. По южному флангу на Запорожском направлении противник наращивает свои наступательные возможности. Российская армия совершила артналет на места дислокации ВСУ. В районе Зеленодольска наши войска поразили пункт дислокации батальона «Торнадо». Уничтожено более 40 боевиков. На Николаевско-Криворожском направлении продолжаются взаимные обстрелы на линии соприкосновения. Российский спецназ в Харьковской области ликвидировал трех польских наемников в ходе боя с подразделением из состава так называемого Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ. Наша разведка обнаружила пункт управления противника в лесном массиве. Оказалось, это сводное подразделение, состоящее из украинских военных и польских наемников. Причем наемников от 30 до 50 человек, трое из которых были ликвидированы, шестеро ранены. Это установили в результате радиоперехвата. Также наши бойцы зафиксировали, что польских наемников с опорного пункта эвакуировали сразу, а раненых украинцев оставили. Командование ВСУ пытается скрыть присутствие иностранцев на позициях. По предварительным данным, с начала СВО на Украину прибыло более 1800 граждан Польши. В понедельник синоптическая ситуация в Донбассе обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, в зоне которого прошумят залповые ливни и прогремят грозы. Ожидается облачность 7-10 баллов многослойной кучево-дождевой высотой 500-800 метров. При дожде с провисаниями нижней кромки до 300-500 метров. Вверх 11-13 километров. Кратковременные дожди до 15 миллиметров осадки или полтора ведра воды на метр квадратный. Грозы местами град. В облаках обледенение, болтанка, электризация. Ветер у Земли западной четверти 5-10 метров в секунду порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем посвежеет до 22-27 умеренного тепла. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчиво, возможны слабые магнитные бури. Введение противникам воздушной и космической разведки с использованием оптико-электронных средств, фото-инфракрасной разведки, а также обнаружение и распознавание классификации целей по условиям облачности на данном операционном направлении будет затруднено. Гидрометеорологические условия в районах цели отрицательно скажутся на возможность и эффективность применения таких современных средств поражения ракетных войск и артиллерии, как управляемые артиллерийские снаряды, кассетные боевые части, боевые части ракет с головками самонаведения, а также на специальные боеприпасы. В условиях прошедших дождей малоэффективно применение зажигательных боеприпасов. Из-за ливни и размокшего грунта средняя скорость движения автомобильных колонн ВСУ может снижаться на 30%. При движении вне дорог эта зависимость будет проявляться еще в большей степени. Применение же стратегической авиации России с пусками крылатых ракет и бомбометанием со всеми типами головок самонаведения по целям большой протяженности с применением достигнутой точности воздушной навигации возможно. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею. Субтитры создавал DimaTorzok